Итак, бесплатно слушателям, я включил записи, наш с вами мастер-класс начался. Сегодня мы обсуждаем с вами вопрос использования таких вот интересных, на мой взгляд, инструментов, как представление для работы, для построения отчетов и всевозможных таких вещей. Так, я на секундочку скрыл чат, поэтому если потребуется прочитать, я его снова разверну. Так, отлично. Ну, давайте с вами приступать. Сегодня мы будем говорить не только про представление на самом деле, сегодня мы будем говорить также и про Excel, ну и, естественно, сегодня мы также будем говорить про Центр-специалист, которому в этом году 30 лет. Центр-специалист уже 30 лет проводит занятия со слушателями в уютных аудиториях наших учебных комплексов. Ну и, впрочем, вот так вот по вебинару одним из первых Центр-специалист предложил вот такую замечательную форму проведения занятий, когда вы никуда по дождю, по этому ужасному, страшному, холодному не ездите, да, а заниматься занимаетесь. Ну, коротко о себе. Да, зовут меня Пронкин Павел Геннадьевич. Раньше я преподавал Московскую финансово-промышленную академию, теперь сотрудничаю с Центром-специалист, читаю в Центре-специалист пользовательские курсы, ну, в частности, курсы по работе в программе Excel. Ближайший курс по Excel, уровень 1, стартует 10 сентября. Ну, вообще говоря, если уж быть совершенно точным, то совсем уж ближайший стартует завтра, но мне почему-то не подтверждают эту группу, поэтому обещать я вам завтрашних занятий, к сожалению, не смогу. А вот 10.09 все совершенно железно. Сегодня у нас такие темы в нашем мастер-классе. Мы будем обсуждать, ну, вообще работу в программе Excel в принципе. Естественно, да, поскольку мы с вами обсуждаем работу в программе Excel, должен я вам рассказать про то, какие курсы по работе в Excel у нас есть. Уверен, что многим участникам нашего вебинара это будет не безинтересно. Информация об этих курсах есть также у нас на сайте Центра. Соответствующие разделы размещены на сайте учебной программы, но из первых рук, наверное, будет даже как бы лучше. Ну и, естественно, мы с вами говорим о том, как использовать представление в работе. Ну, прежде чем мы начнем обсуждать темы мастер-класса, мы дадим возможность еще немножко нашим слушателям слегка припоздниться. Да, пока, вот я смотрю, у нас подключаются еще новые слушатели вебинару, пока не подключаются, я буду еще немножко хвастаться. Ну, чем мы можем похвастаться в Центре специалистов, тем, как мы с вами хорошо работаем. В Центре специалистов у нас свыше тысячи курсов. В Москве, в совершенно разных районах Москвы, свыше 70 совершенно замечательных учебных классов, оснащенных современной вычислительной техникой. Ну и, конечно, у нас более 1300 выпускников. Вот так прямо нарисовали на этом слайде 1300, как будто только в Северной Америке 1300 выпускников. Да, а на самом деле, в принципе, с учетом того, что мы ведем занятия вот так вот в режиме вебинара тоже, и по офисным приложениям, и по многим другим курсам можно заниматься в режиме вебинара, то почему бы не в Южной, почему бы не из Африки, почему бы и не из Юго-Восточной Азии. Да, в принципе, широкий охват, поэтому не обязательно брать отпуск и ехать учиться в Москву. Пожалуйста, вы можете проходить обучение из дома, лишь бы вам подходило по времени, по часовым поясам, по расписанию. Центр-специалист гарантирует высокое качество обучения, гарантирует расписание, следование расписания занятий, ну и, естественно, гарантирует результат. Научным образом доказано, что те слушатели, которые посещают занятия, выполняют домашние задания, в целом довольны качеством образования, действительно выносят из наших учебных аудиторий знания, и эти знания позволяют нашим слушателям улучшать их жизнь. Основная миссия Центр-специалист, это не только и не сколько чтение курсов, но мы улучшаем жизнь людей, вот таким вот образом рассказывая их новому, повышаем их навыки, повышаем их квалификацию. Но это, соответственно, улучшает их жизнь. Поэтому приходите в нам в Центр-специалист учиться, и в первую очередь я хотел бы вам рассказать про наши курсы Excel. Ну, это уже будет, конечно же, после того, как мы с вами затронем основную тему нашего вебинара. Но сначала поговорим, почему Excel. Ну, очень просто. Программа Excel входит в пакет Office. Это интегрированный табличный редактор, интегрирован с другими приложениями. И, соответственно, мы можем очень легко использовать те данные, которые мы создаем в Excel в других приложениях. Также немаловажной характеристикой программы является то, что эта программа, во-первых, расширяемая программа, существует огромное множество настроек для Excel. С помощью программы Excel можно реализовывать достаточно сложную аналитику. В конце концов, в программе Excel есть встроенные отличные средства в визуализации данных. И, естественно, программа Excel позволяет автоматизировать расчеты. Вы можете разработать программу, макрос, который будет выполнять вашу работу за вас. А это здорово, потому что экономится людской труд. Но сегодня мы говорим не про макросы, сегодня мы говорим не про расширение программы, а сегодня мы говорим про такой инструмент программы Excel, как представление. Называется это в англоязычном интерфейсе Custom Use. Поэтому, если у вас вдруг совершенно случайно на компьютере в Excel все на английском, вот это будет Custom Use. Используется этот инструмент на практике редко, по одной простой причине. Слушатели, пользователи о нем почему-то не знают. Хотя, вообще говоря, для упрощения реализации тех или иных задач, инструмент представления Custom Use, ну, в общем-то, очень даже, я бы сказал, полезен. Ну, давайте посмотрим, где у нас этот самый Custom Use живет непосредственно в самой программе. Вне зависимости от того, какая у вас версия программы Excel, 2019 у вас офис или даже 2007 инструмент представления вы легко найдете на вкладке вид. Вот здесь у нас находится инструмент представления, вкладка вид, группа команд режима просмотра книги, ну, и вот наше представление. В чем идея представления? С помощью инструмента представления мы можем запомнить внешний вид документа. Мы можем запомнить настройки, которые мы применяем к файлу, и с какой целью, чтобы впоследствии эти настройки можно было легко применить, выбрав соответствующие представления из списка. Например, если вы часто выполняете те или иные операции с данными, какие? Ну, в первую очередь, это сортировка и фильтр, такой вот простой, в общем, достаточный инструмент для изготовления отчетов. То представление можно использовать для того, чтобы запомнить те или иные настройки сортировки, те или иные настройки фильтра. Ну что ж, давайте посмотрим, как у нас представление работает, да, и что имеется в виду. Итак, внимание на экран. Я открыл некий документ, ну, на самом деле, это один из наших рабочих правилов, с которыми мы со слушателями трудимся в наших аудиториях на курсе Excel 1. И вот это задание на сортировку, да, на сортировку. Мы с вами воспользуемся представлением, чтобы запомнить вот этот порядок и эти критерии сортировки. Внимание на экран. Да, вот последняя часть. Нужно выполнить многоуровневую, то есть настраиваемую сортировку. Мы будем сортировать таблицу по нескольким критериям, да, отделы у нас пойдут по алфавиту, а записи сотрудников внутри отдела будут отсортированы по фамилиям, по именам сотрудников и по отчествам. Опять-таки, все сортировки у нас по алфавиту. Вот такую вот сложную сортировку мы с вами будем выполнять с помощью команды «Настраиваемая сортировка». Ну или, если очень хочется, вы можете воспользоваться вот этой командой. Это то же самое. Это команда «Сортировка». Она находится на вкладке «Данные» в группе «Сортировка и фильтр». Но прежде чем сортировать, мы сделаем вот как. Смотрите, я принципиально не хочу, чтобы первый столбец, первый столбец у нас этой самой сортировке подвергался. Первый столбец у нас называется «Номер по порядку». Номер по порядку. В конце концов, зачем его сортировать? Это же номер по порядку. Для того, чтобы номер по порядку у нас не сортировался, я выделяю целый столбец, вставляю на лист пустой столбец и сразу же этот столбец скрываю. Смотрите, вот теперь у нас очень миленькая, смотрите, симпатичненько будет сортироваться наш диапазон. В сортировке будут участвовать теперь вот эти вот ячейки, начиная с ячейки C2. Дальше я выполняю сортировку, выбираю настраиваемую «Сортировка». Сортируем по, дай бог памяти, отдел по алфавиту. Ну и, соответственно, дальше фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Ну, на тот случай, если у нас куча однофамильцев в одном и том же отделе трудятся, поэтому мы их сортируем по именам и отчествам. Вот, теперь у нас все замечательно. Смотрите, записи отделов у нас идут по алфавиту. Вот у нас записи отделов идут по алфавиту. А сотрудники внутри каждого отдела у нас тоже отсортированы как? В каком порядке? От А до Я. Ну, по алфавиту тот же. Так, ну и вот представьте себе ситуацию, да, вот что вам нужно такую процедуру часто почему-то с этой таблицы проделывать, но, возможно, также и другая проблема, что вам нужно периодически выполнять другие сортировки с этим диапазоном ячеек, вам нужно будет выполнять другие сортировки, а потом опять вот этот порядок и критерий сортировки снова воспроизводить. И так раз за разом. Ну, слушайте, это как-то уже трудоемка, да, потому что, смотрите, всякий раз в окне «Настраиваемая сортировка» приходится настраивать 4 уровня сортировки. В принципе, вообще говоря, это занимает, ну, по крайней мере, ну, сколько, ну, минуту, может быть, да, от силы. Но, с другой стороны, зачем тратить время, если можно один раз заполнить это в виде представления. Итак, внимательно на экран. Я перешел на вкладку «Вид» и выбрал инструмент «Представление». Посмотрите, здесь видно, что в этой рабочей книге пока еще никаких представлений не создано. Давайте я создам новое представление. Для этого я нажимаю на кнопку «Добавить». Так, я смотрю, что мы с вами включим в представление. Параметры печати включать в представление пока не будем. Вот я снял флажочек. А вот параметры фильтра, сортировка и прочее. Вот давайте, пусть будет. Так, ну, проверим, как у нас все это дело работает. Задание 2. Лист у нас называется «Задание 2». Пишем отдел. Фамилия, имя, отчество. Ну, вот такое у меня будет имя. Так будет называться мое представление. Почему я в имя представления всегда включаю имя отдела? Потому что если создавать разные представления для разных списков, то впоследствии можно будет, когда они у вас накопятся в вашей рабочей книге, много у вас будет представлений. Можно будет немножко запутаться. Поэтому, когда вы создаете представление, прям вот лайфхак, обязательно пишите имя листа, к которому эти представления относятся, и тогда сразу все будет совершенно прекрасно понятно. Так, нажимаем на кнопку «Ок» и представление, вот оно, пожалуйста, создано. Для того, чтобы применить это представление, мы должны будем выбрать соответствующий лист, и на этом листе это представление применить. Сортировка будет выполнена в соответствии с критерием. Значит, то же самое для фильтров. Давайте с вами опробуем фильтры. Так, давайте создадим на этом листе два представления. Я перешел на лист задания 5. И вот с помощью фильтрации, с помощью фильтрации выбора данных отберем нужные записи. Итак, внимание на экран. Для того, чтобы включить фильтр, я, естественно, использую команду «Сортировка» и «Фильтр». Вот отсюда эта вкладка главная. Группа команд «Редактирование». Итак, включил я фильтры, и, смотрите, мне нужно будет отобрать фильтр по наименованию товара «Качель-самолет». Я воспользуюсь полем для поиска. Прямо вот так вот и пишу «Само». И вот можно даже не дописывать. Мне уже программа, смотрите, выбрала подходящие категории. Он говорит «Качель-самолет». Я говорю «Хорошо». Так, клиент у нас называется компания «Мой страх». Ну, опять воспользуемся этим полем для поиска. После того, как в поле для поиска я написал слово «Страх», я вижу, что получилось. Мне отобрали нужное количество записей. Записей 11 из 55. Ну, давайте, кстати, тоже сохраним это дело в виде представления. Ну, что, такой симпатичный отчетик, по-моему, получается, правда? Итак, я нажимаю на кнопку «Добавить». Создаем представление. Оно будет у нас называться «Задание 1». Задание 5, прошу прощения. Да, это лист у нас «Задание 5». Так, «Самолет» мой страх. Тогда «Самолет». Страх. Ну, напишем, что это фильтр, ладно? Фильтр. Вот, нажал я на кнопку «Ок». Представление готово. Так. Очищаем условия фильтрации и выполняем вторую часть задания. Здесь нужно нам очень так вот легко отобрать записи по всем детским горкам, а не только по детским, наверное, по взрослым. Горка. Да, по запросу «Горка» я вижу, что у меня 4 горки в списке. Это неплохо. Так, количество у нас не менее 15 штук. Не менее 15 штук. Это фильтр «Больше или равно». Больше или равно. Итак, установил я фильтр «Больше или равно». Так. Для столца. Количество. Ну и вот отобрались у меня наши горки. Отобрались у меня наши горки. Применил я фильтр. Так. И опять давайте этот результат, результат фильтрации в виде представления сохраним. Ну, допустим, мы регулярно контролируем продажи детских гор. Бог его знает, зачем. Но вот требуется. Раз надо, то надо. Итак, представление у меня, конечно, будет называться вот так. Задание 5. 20.18. Горки. 15. Ну, я думаю, что я не запутаюсь. Да, хотя, в принципе, можно было бы назвать немножко и подлиннее. Да, вот побольше условий включить в этот список. Ну, теперь давайте вот что сделаем. Очистим все фильтры и посмотрим, как мы теперь можем эти представления применять. Итак, внимание на экран. Вот мой список с качельками, карусельками, горками. Давайте поприменяем разные представления. Итак, внимание на экран. Ищем. Так. Фильтр, качель, самолет. Вот я нажал применить. Отлично. Сразу смотрите. Установлены условия фильтрации. Давайте проверим. Клиент равно компании мой страх. Так, наименование. Качель и самолет. Все здорово. Все здорово. Очистили фильтрацию. Так, и попробуем таким же образом применить второе представление, где 2018 год, горки. Итак, я на вкладке вид. В группе команд режима просмотра книги выбрал представление. Да, и теперь выбираю здесь что. Чего я выбираю? Вот. Вот это представление, где три фильтра. Фильтр на 2018 год, горки, 15 штук. Так, работает наше представление. Смотрите, мы очень быстро, не выполняя ту же самую работу повторно, применили фильтр в таблице, и не один, а сразу несколько. Теперь давайте на секундочку отвлечемся и представим, что, возможно, ведь какие-то сложные случаи, где нужно применить не один фильтр, не два, не три, а, в общем, достаточно большое количество. Да, где в качестве критерия для фильтров может быть всевозможные варианты. Да, вот, посмотрите, условий. Вот, пожалуйста, запросто мы с вами можем такие варианты отбора запоминать в виде представлений. Ну, только, естественно, если эта задача у нас возникает достаточно часто, и мы часто вынуждены одни и те же фильтры устанавливать в наших документах. Так, если то или иное представление вам больше не требуется для работы, если у вас слушатели, то, естественно, с ним можно легко распрощаться. Да, для того, чтобы удалить представление, опять-таки, мы с вами используем инструмент представления. В диалоговом окне выбираем ненужное представление, да, и выбираем удалить. Появляется окно, в котором программа просит подтвердить эту операцию. Все, отлично, представление удалено. Когда мы с вами создавали представление, да, я обратил ваше внимание, что здесь еще в представлении мог храниться параметры печати. А давайте я их сохраню в виде представлений и поработаем вот здесь. Смотрите, здесь достаточно простое задание. Это задание на установку области печати. Итак, внимание, послушатели, область печати, она позволит нам ограничить печать содержимого листа задания 4 какой-то определенной таблицей. Ну, давайте вот как сделаем. Да, мы установим на этом листе две области печати, да, и вот эти вот замечательные процессы, да, в виде представлений благополучно оставим, сохраним. Готовы? Так, но сначала, но сначала, но сначала подготовим к печати обе таблицы вместе, да, без областей. Ну, для того, чтобы подготовить обе таблицы вместе, я, естественно, включил режим просмотра разметок страницы. Ну, и здесь, наверное, слушайте, я думаю, надо немножко увеличить поля. Так, вот хотя бы так. Чуть-чуть, я думаю, что побольше масштаб, и знаете, что через настраиваемые поля я еще горизонтально всю эту красоту центрирую. Ну, немножко верхнее и немножко нижнее тоже сделаем побольше. Ну, вот, получилась у меня такая вот штука. В верхнем квантитуле мы напишем какой-нибудь заголовок, не знаю, там, производства. За 2018-2019 год, да. Да, вот так будет называться у нас этот документ. И вот в таком замечательном виде мы возьмем его и со свистом и грохтом сохраним эти настройки в виде представления. Так, называться у меня будет задание 4, скобка 2, да. Так, задание 4, 2 таблицы. Вот так будет называться. Окей. Вот теперь у меня такое представление появилось. Значит, давайте проверим, все ли сделано правильно. Ну, конечно же, нет. Оказывается, у нас здесь была уже установлена область печати, из-за которой на печать выводятся только данные 2018 года. Ну, давайте уберем область печати и заново создадим представление. Так, ну вот теперь у нас все должно быть замечательно и прекрасно. Посмотрите, оба таблицы у нас достаточно красиво выглядят на предварительном просмотре. Если мы отправим эти документы на печать, с большой долей вероятностью мы получим PDF-документ. Так. Отлично. А теперь давайте разбираться с областями печати и представлением. Итак, области печати мы, конечно, настраиваем на вкладке «Разметка страницы». Так, вот я задал область печати, соответствующую производству 2018 года. Вот так вот. Давайте вообще даже очищу команд титул. Создаем представление. Так, проверяем. Красота. Обратите внимание, я не стал включать себестоимость. Да, в этой таблице есть еще один столбец. Себестоимость рубля. Да. Но этот параметр теперь в этой конфигурации не будет напечатан. Так, убираем область печати и создаем представление с областью печати. Предварительно, естественно, я установил. Для данных производства 2019 года. Так, проверяем. Да, теперь с листа задания 4 у нас печатается только данные 2019 года. Так, теперь я на всякий случай, знаете, что сделаю? Убираю все области печати. И давайте поприменяем представление. Посмотрим, как оно работает на практике. Итак, внимание на экран. Сначала я применю представление, которое напечатает таблицу 2018 года. Вот нажал я «Применить». Действительно. Смотрите, получилось. Теперь я применю представление, которое печатает таблицу 2019 года. Применил. Смотрим предварительный просмотр. Действительно, программа теперь нам напечатает таблицу 2019 года с этого листа. Ну а если я применю представление, которое ответственно за обе таблицы, смотрите, у нас вернется наш талантитул. Да. И, естественно, обе таблицы у нас будут напечатаны. То есть, если для разных отчетов вам нужно в разном виде конфигурировать ваши данные, для одного отчета нужно установить фильтр, скрыть столбцы и печатать таблицу книжной ориентации. Для второго отчета нужно установить четыре фильтра, скрыть отфильтрованные столбцы и печатать таблицу, не знаю, в альбомной ориентации. Да, с другими полями, совершенно на другом формате. Ну, просто потому что фильтр, разное количество строк, да, там разное количество столбцов мы с вами оставляем. А в этом случае можно такие настройки в виде представления сохранить, и в любой момент времени, применив одно или другое представление, вы можете запросто вернуться к настройкам. Кстати, исходные настройки листа задания четыре тоже можно было сохранить в виде представлений. Да, так и назвали бы задание четыре исходное. Это было бы очень хорошо, и таким образом можно было бы легко вернуться, и мне не нужно было бы, например, сейчас удалять этот, смотрите, талантит. Ну вот, в принципе, как у нас обстоят дела с представлениями, господа слушателей. Такой хороший, в общем-то, инструмент, но, надо сказать, действительно малоизвестный. Этот инструмент находится на вкладке вид. Вкладка вид у нас самая последняя, редко кто до вкладки вид у нас добирается в процессе освоения программы Excel самостоятельно. Но, видите, вот у нас на курсах мы активно используем инструменты самых разных вкладок. Конечно, в вкладке вид обязательно знакомимся и применяем команды также оттуда. Представление, правда, конечно, вот на курсе Excel 1, видите, не затрагиваем, но вот с сортировкой, с фильтрацией разбираемся. Если этот вебинар был для вас полезен, если на этом мастер-классе вы узнали много полезного про работу в программе, я вас приглашаю к нам в аудитории Центр специалистов, или вот так мы с вами можем по вебинару обучаться запросто. Да, вот такой формат, который называется вебинар in class. Да, вот у нас активно практикуется. Это значит, что у нас на занятиях присутствуют слушатели и в учебных аудиториях Центр специалист, и параллельно ведется вебинар. Это большой плюс, потому что у нас запись вебинара будет доступна обязательно в личном кабинете на сайте. Курсов по Excel у нас в Центре специалист много, много. Большой популярностью пользуются курсы уровень 1, уровень 2, ну и вообще говоря, уровень 3, анализ и визуализация данных. Очень часто их берут слушатели для того, чтобы какие-то такие образовательные траектории выписывать. Посмотрите, да, вот путеводитель по курсам, пользователь ПК, да, также включает в себя изучение электронных таблиц и работу в программе Excel. Курсы по Excel. В курсе по Excel. Но и для многих других специальностей. В частности, вот есть у нас курс по офис-менеджменту, там тоже у нас смотрится Excel задействован. В курсе Excel 2019-2016 уровень 1 у нас рассматриваются следующие вопросы. Изучаются вопросы использования программы для расчетов. Вопрос, как написать формулу. Как использовать в формулах функции программы. Изучается. Естественно, мы с вами выясним вопросы, связанные с сортировкой и фильтрацией данных. Ну и, конечно, обработка таблиц сортировка, фильтрация, ну и подготовка документов к печати. Частично мы с вами эти действия выполняли сегодня. По времени курс занимает 16 часов. Курс практически читается в последних у нас версиях программы. Ближайший курс у меня начинается 10 числа. Я всех вас приглашаю на курсы Excel. Если вы у нас их еще не проходили, приходите на курс уровень 1. А если прошли уровень 1, у вас остались вопросы, приходите к нам на курс уровень 2, уровень 3 и так далее. Повышать квалификацию. Друзья, господа слушатели, есть ли какие-то у вас вопросы по материалу мастер-класса и вообще? Можно включать микрофоны. Так, ну что ж, если нет вопросов, мы прощаемся с вами. До новых встреч. А, можно ли представлению задать сочетание горячих клавиш? Павел, ну, смотрите, вообще, как бы есть возможность использовать горячие клавиши, есть возможность использовать горячие клавиши, но давайте мы с вами посмотрим, как это выглядит немножко. Вот. Ну, я бы не стал, в общем говоря, да. Смотрите, на самом деле, для команд на лентах вкладках все горячие клавиши вы можете найти в подсказках. Да, посмотрите, вот, например, у нас вкладка «Главная». В расширенных подсказках нам часто сообщают, какие сочетания клавиш назначены той или иной команде. Для самого инструмента представления, конечно, горячих клавиш в системе не назначено. Однако, можно воспользоваться сочетаниями с «Альтом». Смотрите, я нажал на кнопку «Альт» и появились у меня вот такие вот черные подсказки. Вы удивитесь, но это кириллица. Смотрите, если мне нужны команды с обкладки «Вид», я должен выбрать «Альт О». Так, вот я нажал «Альт О», представление, вот если мне сейчас нужно открыть это окошко, это будет «Альт П». Ну, и дальше уже в этом окне, смотрите, я выбираю представление из этого списка. Я вам честно признаю, что вот в этом вопросе немножко лучше мышкой. Если бы была бы возможность с представлением добавлять сочетание клавиш, да, вот для запуска, то это сочетание клавиш вот здесь где-нибудь в диалоге создания представления можно было бы назначить. Павел, окей. Так, Сергей спрашивает, можно ли в Excel сделать большую аналитическую систему. Ну, прямо уж совсем большую, масштабы ERP. Давайте мы вот что сделаем, посмотрим. Посмотрим на курсы по бизнес-аналитике. Вот, смотрите. Ну, во-первых, Microsoft предлагает вот, ну, масштабы отдела, но опять отделы же разные бывают, смотрите. Смотрите, что у нас есть в плане анализа данных. Вот, смотрите. У Microsoft есть, например, отличное решение Power BI. Да, вот, предназначено для построения вот таких вот, смотрите, визуализации данных. Такие вот панельки симпатичные, вот как на картинке на желтом фоне. Увидели? Я вам на всякий случай скопировал ссылку на этот раздел сайта. Да, вот то, что у нас есть в плане аналитики. Да, к анализу данных в Excel, да, вот аналитическая система, да, у нас причастны следующие курсы. Excel уровень 3, анализ и визуализация данных. И сейчас мы найдем, да, и несколько, вот у нас есть отличный спецкурс анализ данных инструментами Excel. Вот есть такое. Вот такой у нас есть отличный курс. Ну и вот специальные курсы по использованию надстроек. Power Pivot, Power Query. Да, эти компоненты вы можете добавлять в программу Excel и серьезно расширять возможности анализа данных. Да, построение всевозможных отчетов, нормализация данных, да, вот все это в Excel рассматривается. Так, ближайший курс, сейчас мы посмотрим, у Сидоровой с 12-го числа. Ну вот, да, вот такие вот симпатичные названия можно создавать, да. Power BI и Power Query это уже такие вот, Power Query это уже такой вот инструмент, достаточно тяжеловесный вообще говоря, конечно. Да, вот есть вот еще такой вот, смотрите, у нас курсы по анализу данных. Это уже страшно сказать, Excel 8. Да, просто все зависит от того, какая нужна аналитика, да, вот какой именно масштаб обработки данных и в каком виде нужно данные представить. Вот, я предлагаю вам посмотреть у нас на сайте, поизучать этот вопрос в плане вот описания курсов, да, при необходимости приходите, посмотрим, разберемся. Так, господи слушатели, если у вас остались еще какие-то вопросы. Меня слышно? Да, да, да. Здравствуйте, извините, я опоздала, я хотела просто в двух словах, вот сроки обучения, стоимость, это все на сайте, да, есть? Да, 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 конечно. А вас интересуют курсы Excel 1? Я пока не знаю. Да, все есть на сайте, интересно, вот, посмотрите, все у нас. Вот курс, и вот там вот внизу, да, вот смотрите, вон стоимость обучения. А есть и очная, есть и... Да, есть и очная, есть вот так вот, как мы с вами, да, вот в режиме вебинара можно общаться. Правда, прохождение... А как эффективнее? Как эффективнее, я вам не могу сказать. Да, вот кому-то больше нравится в вебинаре, знаете почему? Потому что, ну, это дома, знаете, там кофеечку заварил, теперь туда напихал, сел удобненько, слушаешь с удовольствием, никто тебя вот не тиранит, никто тебя не дергает. Рядом сосед по парте не сидит, вот, просто совершенно прекрасно, да. Кому-то нужно обязательно приехать в аудиторию, потому что вживую хочется с преподавателем пообщаться. Вот, по-всякому. Тут уж однозначно сказать, вот, как вот вам лично понравится, я вот совершенно не могу. Но вот могу сказать, что вот у нас даже по курсу базовой компьютерной подготовки, то есть, представляете, да, это курс для совсем-совсем начинающих, это файлы, папки, скопировать файл, удалить файл, переместить файл, сжать файл в архив, там, и так далее, да. Вот, по курсу базовой компьютерной подготовки многие слушатели проходили обучение, вот, по вебинару, да. Ну, в этом случае, конечно, они были вынуждены пользоваться услугами помощников. А еще маленький вопрос, может быть, он и не маленький. Вот эти таблицы Excel, они для каких вот должностных обязанностей больше подойдут? Да, смотрите, кому угодно, да, кому угодно, кому угодно. В принципе, Excel очень широко используется. Ну, вот, давайте мы с вами посмотрим, вот у нас здесь есть путеводитель по курсам. Давайте вот посмотрим, здесь у нас, дайте вам прямо вот в чат скопирую эту ссылку, да, чтобы вы на экране не смотрели, могли сами по ней пройти. Я сейчас перевеваю, а таблицы Google, они уступают Excel, да? Ну, в чем-то уступают, в чем-то превосходят, очень сложно сказать, что лучше. А на базе знаний Excel потом Google освоится легче будет? Да, на базе знаний Excel Google осваивается легче, конечно, потому что, как вы понимаете, очень сложно изобрести велосипед, так чтобы он был бы не похож на все остальные велосипеды. Спасибо. Так, ну вот, посмотрите, у нас всевозможные здесь специалисты рассматриваются, да, вот аналитик данных, ВБА-программист, но и, смотрите, такие вот, такие вот сотрудники, так, где у нас тут, прям вот, чтобы функциональная была диаграмма. Так. Ну, и вот, например, такие вот сотрудники у нас, как, например, офис менеджер, да, тоже Excel использовать. Он, конечно, не так, наверное, будет его глубоко использовать, как аналитик. Да, вот отчет он не будет строить, да, но таблички ввести будет вполне. Так, Дмитрий спрашивает, если правило предсказания уже кто-то установил, можно его убрать, только удалив или поставив новое правило? Сейчас я подумаю, как это лучше сделать. Я думаю, что лучше просто перенастроить документ, да, и действительно создать новое правило с настройками. Это будет проще и как-то лучше. То есть вы применяете правило с настройками для подготовки отчета, отправляясь, допустим, этот действительно документ на печать, да, получаем с вами печатный документ, а потом применяем следующее правило, которое возвращает все название. Ну, в принципе, такая вот красивая картинка. Ну, что значит ссылочные ссылки? Вера, до свидания. Уточните, пожалуйста, Дмитрий. Если можно голосом, чтобы долго написать. Да, 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 конечно. Павел, я имел в виду, что смотрите, то есть у меня, например, используются там различные данные, да, которые заполняют разные люди. Вот, соответственно, они пользуются разными файлами в Excel, так? Чтобы забирать эти данные с этих файлов, то есть в один. Я понял. Импорт и экспорт данных, да, вас интересует? Верно. Если это вот разные документы, то это, наверное, лучше на Excel 3. Третий, да. Да, массивы там же, вот, Ирина, да. Да, массивы там же. Понял, спасибо. Если массивы, именно формулы с массивами, то там, да. Так, господа слушатели. А еще один вопрос по пути, извиняюсь за назойливость. То есть работа с макросами в Excel на каком? Смотрите, с макросами дело обстоит вот как. Ну, вы знаете, да, что редкая птица, она долетает до середины днепра. Вот редкий макрос, он работает сразу после того, как вы его записали через веб-интерфейс, через макро-рекордер. Да, вот если вы записываете свои действия в программе, только самые какие-то, в общем, ну, простые, на самом деле, цепочки действия, вот так вот можно записать, и без отладки они будут выполняться у вас запросто, точно так же хорошо. Программа их заполнит и выполнит как вы. Поэтому немножко слегка, вот прям вот слегка, нужно слегка уметь программировать и макросы отлаживать. Поэтому макросы – это уже Excel 4 и, соответственно, Excel 5. Потому что тут надо вот чуть-чуть, вот прямо вот, вот чуть-чуть. Так, Ирина спрашивает, ВПР, ГПР, индекс, поиск, постс. А ВПР и ГПР – это у нас Excel 2. Переходите к нам на Excel 2 за ВПРами и ГПРами. Так, Алексей спрашивает, как определить свой уровень знаний. Так, Алексей, это отличный вопрос. Так, для того, чтобы определить свой уровень знаний, вы действуете следующим образом. Да, вот как бы я действовал. Я бы сначала сформировал бы такой вот себе список, чего я хочу выяснить. Да, вот, что я хочу, чем я хочу разобраться. На сайте Центр Специалист, так, сейчас мы, сейчас мы найдем. Слушайте, а здесь у нас нет этого, да? Есть по многим курсам тесты. Слушайте, вот, видите, курсы, экзамены, тесты. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Новые тесты. Итоговый тест, итоговый тест, да? И эти тесты можно использовать, как вот оценка ваших знаний. То есть, если вы проходите итоговый тест по какому-то курсе, прям вот, все прям замечательно, да? Да, вот, ну, немножко так вот, немножко так вот подивились там в некоторых местах, да? Но в целом тест проводил. Значит, вы этот материал знаете. Да, значит, вы этот материал знаете. По Excel, по Excel, по Excel, по Excel. Сейчас я попробую найти тест по Excel 1. Так, сейчас. По-моему, это он. Нет, это не он. Давайте я попробую проще сделать. Через журнал пройду и вам просто эту ссылку скопирую, да? Так, группа. Прошедшая. Личный кабинет. Вот. 815-й он же. Ну, голова моя садовая. Так, 815-й тест. Вот, пожалуйста. Алексей. Если вас интересует тест по Excel 2, то там тоже есть на странице курса, да? Вы найдете ссылку на тест. Для того, чтобы сдавать тест, вы должны зарегистрироваться у нас на сайте. Да, вот логин, пароль, личный кабинет у вас должны быть. Ну, иначе просто негде хранить результат тестирования. Окей? Так что обязательно посмотрите, да? Тест на самом деле хороший, потому что вот этот вот конкретный тест, он тестирует именно навыки. Он тестирует навыки работы в программе, и если вы уж чего-то не знаете, он вас сразу разоблачит. Значит, поэтому, если по какому-либо разделу у вас, извините, мало правильных очков, это значит, что нужно прийти на этот курс, подтянуть его, и потом уже идти дальше. Потому что, видите, в чем дело. По Excel у нас действительно линейка курсов, и без знания курсов Excel 1, да, вот основной части, по крайней мере, материала, я бы сказал, 99%, нет смысла приходить на курс второго уровня. Потому что там, на курсе второго уровня, в этом случае, вы будете чувствовать себя на своей тарелке, будете ощущать дискомфорт там, где не должны. В порядок? Тесты у нас вот по многим курсам есть, их вот прямо вот. Можно смотреть прямо на сайте. Так, господинцы слушатели, если нет вопросов, мы с вами прощаемся. До встречи в Центре специалистов, приходите к нам на занятия, приходите к нам в аудиторию. Будем рады вас ждать. Вам спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok